Здравствуйте, друзья! Удивляюсь иногда, насколько все-таки нам с Путиным повезло, потому что при всех недостатках, которые, может быть, ему свойственны, он человек широких взглядов и очень широкого охвата. То есть даже в таких областях, которые, казалось бы, совершенно специфические, как криптовалюты, у него есть достаточно четкое понимание, что у России есть реально стратегические преимущества в этой области. И в первую очередь, и не только в майнинге, да, потому что майнинг – это, ну, как бы вот стоимость электроэнергии – это ключевое конкурентное преимущество именно в майнинге. И в этом отношении, конечно, мы можем давать огромную фору остальному миру. Единственное, что, может быть, не стоило относиться к майнингу как к деятельности, которая, ну, такой предпринимательский характер, например, будет носить. То есть гораздо более было разумно превратить майнинг в ту деятельность, которая связана с, ну, как бы вот как поставку электроэнергии, продажу электроэнергии на Запад, или как поставку газа, например, да, как газопроводы определенные. Потому что, ну, государство вполне могло бы позволить себе достаточно существенные фермы для того, чтобы занимать какие-то ключевые позиции, постепенно наращивая их там и в биткоине, в эфире, в каких-то других криптовалютах, которые, ну, как бы вот основаны на майнинге. И, собственно говоря, была бы возможность поддерживать определенные криптовалюты, которые пока не входили в, ну, перечень лидеров, но у которых очень многое зависит от того, насколько будут они иметь доступ к электроэнергии. Ну, допустим, если на текущий момент, по данным регулятор, на Россию приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткоина, то эти вычислительные мощности можно было бы эффективно перераспределять на то, чтобы майнить какие-то другие валюты и повышать их статус, повышать их капитализацию, уровень капитализации, их рейтинг среди всех мировых криптовалют. Отчасти это может показаться вмешательством в такую децентрализацию системы крипто, что является, вроде как, видимым ее преимуществом. Но, с другой стороны, нужно понимать, что нет никаких гарантий, что тот же биткоин не был придуман, там, какими-то службами Израиля, США или, там, Великобритании, к примеру, да. Потому что, в действительности, основной доступ к, ну, к шифрованию на момент выхода крипто, на момент выхода биткоина в свет и большинство разработок в этой области, конечно же, они имели характер, относящийся к обороноспособности и к национальной безопасности. И тем из нас, кто в армии служил, особенно в каких-нибудь войсках противовоздушной обороны, мы прекрасно помним, какое важное значение имели именно передача зашифрованных сообщений и огромные ресурсы тратились на разработки в этой области. Поэтому, конечно же, и вторая часть нашей конкурентоспособности, хорошо подготовленные кадры, это наше огромное конкурентное преимущество. Скажем, наши соседи с Украины, у них со вторым аспектом тоже все более-менее нормально, потому что там есть хорошие такие математические, физические школы, и они тоже выигрывают в олимпиадах по математике, по программированию международных. И в этом смысле у них есть, ну и кроме того, у них уже сформировалась гораздо более активная такая среда, то есть там как бы криптой в том или ином виде и всеми вот этими вариантами SEO, не имеющими непосредственного отношения к крипте, но имеющими отношения к компьютерным технологиям и к обработке больших данных, к раскрутке сайтов, к тому, чтобы занимать ключевые позиции. У них тоже достаточно высокая компетентность в этом образовалась, и на самом деле для России брать и запрещать полностью оборот криптовалют, ну то есть можно запретить его в качестве именно оборота, то есть чтобы не направлялись существенные средства сбережений граждан, например, на приобретение криптовалют, но запретить в части аэродропов участия или участия в каких-нибудь даже white paper, все это, ну как бы вот кажется, ну так дуем на воду, да, потому что в действительности на этом рынке как возможности есть, так и риски безусловно существуют, но при желании это все можно было бы здорово настроить и отрегулировать, например, можно было бы делать таким образом, что идентифицировать вхождение рынка в фазу пизуря, так как это было в 21 году, к середине лета, как это происходило, достаточно несложно, там есть определенные четкие формальные критерии того, что рынок начинает подниматься вверх по экспоненте и можно за счет лимитов позиций на приобретение тех или иных криптовалют регулировать финансовые риски, поэтому как бы вот выплеснуть ребенка вместе с водой это неправильный шаг и ЦБ, когда предложил этот вариант, он ну недостаточно досконально продумал все нюансы, то есть он скорее всего полагал, что подобного рода предложение будет направлено на стабилизацию банковской системы, но дело в том, что стабилизация сама по себе не является ценностью, стабилизация хороша в том случае, когда она обеспечивает постоянное развитие, а то, что может обеспечить стабилизация при полном отсутствии, например, спекуляций, мы прекрасно с вами проходили в советские времена, когда в течение длительного, пускай времени, удавалось сдерживать цены, но накапливался внутренний потенциал, который в конечном итоге приводил к кратному и многократному повышению цены, к разрушению самой по себе системы, потому что там изменение цен, как мы видим там в тех же штатах, например, да, на 20-30 даже процентов, оно не приводит к изменению характера системы, и если допускаются флуктуации, в том числе образование пузырей и потом происхождение крахов, то такая система становится устойчивей. И в этом отношении для ЦБ важно понимать, что добиваться стабилизации лучше при определенных границах каких-то волатильности. Впрочем, и ЦБ-то сам через это проходил, да, они прекрасно тоже знают, что девальвация на 50%, как в 2014 году, была проблемой, но она не стала какой-то неразрешаемой проблемой. В конечном итоге она превратилась из проблемы в возможность, потому что золотовалютные резервы самого ЦБ стали формироваться с этого времени гораздо быстрее, и сейчас мы на исторических максимумах по золотовалютным резервам находимся. И в этом смысле умение управлять неопределенностью является значительно более важным навыком и более важным достижением финансовой системы, нежели чем попытки совсем снизить эту неопределенность. В настоящий момент в России с неопределенностью ее не так много, она если носит, то какой-то внешний характер в большей степени связанный с тем, что вот чем сейчас закончится наше противостояние с Западом, да, перерастет на военную фазу, скорее всего, да, перерастет, потому что, ну, характер предложений, которые озвучили американцы, он такой издевательский характер носит, он как бы, ну, как бы он озвучивает те позиции, которые ранее совершенно однозначно отрицались России, то есть по сути дела то, что вчера они ответили, означает, что давайте, ребята, как бы вот выводите войска из Южной Осетии, из Абхазии, из, ну, имеется в виду, отдавайте эти территории, да, отдавайте Донбасс и намек на то, что отдавайте Крым. Ну, естественно, на эти условия никто никогда не пойдет, и поэтому, в принципе, вчерашний вот этот вот сигнал из штатов, он был как бы демонстрацией того, что НАТО считает, что у них достаточно силы для того, чтобы доминировать. И в этом отношении, конечно же, и России нужны инструменты, ну, не прямого влияния, а какого-то очень косвенного такого влияния, да, допустим, нас не пускают в, ну, в прямое владение какими-нибудь иностранными компаниями, и, собственно говоря, все противостояние с Западом начало развиваться именно в тот момент, когда обнаружилось, что российский капитал не может осуществлять прямых инвестиций на Западе, инвестиций, связанных с получением контроля. Иностранный капитал в России не был лишен этого права. И именно тогда, ну, где-то 2006-2007 год начали намечаться вот эти вот разногласия, потому что к тому времени российский капитал уже достаточно окреп для того, чтобы пытаться, ну, условно говоря, приобрести какое-нибудь предприятие на Западе для того, чтобы на нем производить то, что необходимо для российской экономики. Вот эта возможность для нас была тогда однозначно совершенно перекрыта. В общем, крипто при определенных обстоятельствах может стать источником такого, ну, как сказать, небюджетного финансирования, условно говоря, да, потому что на крипто очень классно ловятся тренды. И в этом отношении, если бы, например, майнинг осуществлялся какими-нибудь структурами, которые бы, ну, почти государственными, да, или близкими к государству, то фактически он бы позволил и избежать негативного эффекта тех санкций, которые вводятся в отношении России. То есть достаточно глупо отказываться от крипто возможностей, особенно в тех обстоятельствах, когда нам грозят отключением от свифта. По сути дела, крипто может быть вполне себе альтернативой для расчетов, и в действительности для, ну, как-то, ну, есть публичная власть, да, есть тайная власть. Вот для осуществления тайной власти крипто все равно еще остается хорошей достаточно возможностью, потому что вы можете открыть десятки тысяч кошельков, гонять между ними деньги сколько хотите, и вычислить это не одна крупная там, даже квантовый какой-нибудь компьютер в конечном итоге с трудом может вычислить, кто будет владельцем этих средств. И в этом отношении есть смысл развивать эту технологию, она становится такой двойного назначения, да, при определенных обстоятельствах может стать. То есть она может, ну, так же, как, допустим, корейцы и Северная Корея, да, они под санкциями находятся, под сумасшедшими санкциями, но они развивают крипту именно как источник финансирования своих собственных потребностей. И, судя по всему, делают это достаточно эффективно, потому что на жизни они не жалуются, и о них не особенно слышно последние годы. Естественно, мы не Северная Корея, у нас гораздо большие возможности, и демонстрировать эти возможности нужно не только военным образом, но и в тех технологиях, которые, в самых современных технологиях, которые начинают развиваться. И упускать там стратегические позиции, это было бы огромной ошибкой. Поэтому есть надежда на то, что, то, что озвучивает Путин, свидетельствует о том, что проводится огромная системная работа по поводу того, что, ну, то, что происходит в стране, это не является его личной инициативой, да, это огромная системная работа большого количества людей, которые анализируют информацию, которые четко понимают стратегические возможности, стратегические преимущества, основные направления развития. И в этом отношении это и будет являться основой развития России, потому что опираться только на преимущества в военных технологиях будет неправильно, необходимо осваивать весь комплекс, ну, там, знаний, перемен, изменений, которые происходят в мире. И отказываться от крипты было бы огромной стратегической долгосрочной ошибкой. Напротив, на мой взгляд, государству стоило бы поочерять деятельность, деятельность предпринимательского людей в этом направлении, но единственное, что, может быть, майнинг все-таки стоило бы в большей степени подвести под сам контроль государства, да, потому что, ну, просто так дешевую электроэнергию покупать в России по внутренним ценам, которые рассчитаны на то, чтобы бабушки не мерзли и наши семьи и дети наши не мерзли, да, и покупив по этой цене электроэнергию, майнить биткоин, продавать его потом на Западе, вообще минуя всякие налоги, это, естественно, ну, такая расточительная, как бы, расточительное отношение к нашим собственным энергетическим ресурсам. И при определенных обстоятельствах, возможно, гораздо интереснее становилось бы не поставлять газ в Европу, например, да, в том случае, если они идут на дальнейшую эскалацию, а использовать этот газ для генерации электроэнергии, майнить тот же биткоин, продавать его и иметь источник золотовалютных резервов, который полностью не будет зависеть от западных государств. Поэтому, на самом деле, очень такая, на мой взгляд, такая полезная, своевременная и хороший очень сигнал, который он дает, потому что, в принципе, это указывает на то, что, ну, нет совсем такого, знаете, отношения ко всем предпринимателям в России, как к барыгам там каким-то, да. В определенном смысле это всегда вот давлело над духом предпринимательства в России, что вроде как пришли ребята, которые, у которых можно было подозревать в том, что они подобным образом относятся к предпринимателям. Но если власть будет давать четкие сигналы на то, что, ребят, мы готовы, как бы, к сотрудничеству в разных областях для того, чтобы вы могли проявлять свои лучшие, там, технологические, какие-то предпринимательские, как бы, качества, да, то это будет только идти на пользу. Люди могут просто немножко по-другому относиться к окружающей действительности в том смысле, что, ну, естественно, России самое время призадуматься об альтернативных источниках доходов. И в этом отношении, конечно же, криптоиндустрия могла бы стать таким источником доходов. Тем более в России есть классные проекты, такие же, как Waves, например, да, исключительно с российскими источниками, с российскими корнями. И если эту экосистему, которая отчасти является малой такой альтернативой, если не биткоину, то эфиру, за счет своей более высокой эффективности, за счет более грамотной, меньшей, меньшей расходной части, да, за счет более грамотного такого построения, но ей не хватает именно предпринимательского духа в том отношении, что сама система создана очень классная, сама возможность программирования, как бы технологическое решение, оно удивительно эффективное, но не слишком эффективной является работа по приложениям, по, ну, как бы, вот проектам, которые бы строились на этой основе, да. То есть не удалось еще вовлечь в эту процедуру как бы участников мирового рынка и, да и внутренних участников, потому что, в принципе, делать какие-то проекты, ориентированные на западного потребителя, не настолько сложно, как нам кажется. Я, например, пробовал достаточно активно развивать социальные сети в частности, в таком направлении, которое очень конкурентоспособное там, очень конкурентное, это гольф, к примеру, да. И, тем не менее, даже в этой ниши при хорошем контенте и при постоянных усилиях достаточно быстро можно добиваться, ну, безусловно, не каких-то ключевых позиций, но позиций выше среднего. И мне кажется, что многие проекты, вот то, о чем основатель Waves Иванов говорил, что их задача состоит сейчас в том, чтобы наладить мост между технологическими возможностями крипты и реальными потребностями в реальном мире. Вот, чем эффективнее новые проекты будут выстраивать эти мосты, тем более качественным будет прорыв. Эфир в свое время тоже ничего из себя серьезного не представлял, он там представил концепцию смарт-контрактов, да, но эти смарт-контракты теперь, ну, строятся на той основе, когда, ну, там, газ надо добавлять, да, условно говоря, то есть, ну, они затратные очень, они слишком дорогие получаются. И предложить и развить, и показать, что эта система начала работать, создав альтернативную экосистему, параллельную, там, эфиру, это было бы очень огромным прорывом, который мог бы обеспечить нам такое же, ну, как бы положение в мире, как та же продажа, там, энергоносители. Поэтому будем надеяться, что возобладает здравый смысл в том отношении, что неопределенность нужно рассчитывать, уважать, с ней нужно работать, не нужно ее бояться, и мы, ну, как бы вот стремление все стабилизировать не окажется доминирующим, и финансовая система в России достаточно стабильно. Ей нужно дать возможность более энергично развиваться и пробовать себя в разных областях. Сейчас золотовалютные резервы нам позволяют идти на определенные, как бы, риски, тем более в крипте. 500 миллионов долларов по-прежнему могут сделать многое, а в реальной жизни, там, там, в соцсетях, там, они ничего вообще не могут делать. Так что, думаю, что это была хорошая новость, и думаю, что в ближайшее время, может быть, нас ждут достаточно позитивные новости, но важно, чтобы эти новости не пошли на пользу просто мировой криптоиндустрии, а они пошли, ну, как бы это была детальная такая проработка, которая бы нам позволила найти в этой отрасли дополнительные возможности долгосрочного развития и краткосрочных прибыли. Всего доброго, друзья, удачи, счастливо!